Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Дорогие эксперты, помогите пожалуйста, с советом. Встречались три недели, приятно общались. Позвонил, сказал, что не готов продолжать общение, не хочет меня обнадёживать. Хочет побыть один, хотя при последней встрече не хотел отпускать. Почему так произошло? Может на мне какая-то порча, что все отношения без продолжения. Ну и дальше идут имена и даты рождения, я так полагаю. Смотрите, ну во-первых немного странно, что вы задаёте вопрос анонимно, вроде как. Вот, но при этом пишите своё имя, вот. То есть, в чём тогда смысл, вот, ну в чём тогда смысл того, что вы анонимно задаёте свой вопрос? Это первое. Вот, первое на что я хотел бы обратить ваше внимание, да? Второй момент, на который я хотел бы тоже обратить ваше внимание, это то, что с помощью каких экспертов, да, вы хотите, вот, то есть одно дело, если вы хотите с помощью эзотериков, да? Это вот про как раз порчу, да, это про как раз, ну, габаня и всё остальное, вот. Если же вы хотите получить помощь, значит, психологов, да? Вот, если вы хотите получить психологическую помощь по своему, так скажем, вопросу, то мы не можем, будучи психологами, опираться на то, что на вас может быть порча, потому что это, ну, выглядит как в данном случае, знаете, знаете, что-то такое недоказуемое, вот, с точки зрения, с точки зрения, по крайней мере, с точки зрения, по крайней мере, того, что, допустим, допустим, я знаю о науке, да, например, вот. Поэтому психология рассматривает все, что происходит с человеком в рамках его личной ответственности, то есть через, через, ну, парадигму, скажем так, личной ответственности человека. Вот, и с этой точки зрения, если молодой человек, вот, ну, по сути, завершил, получается, с вами отношения, да, вот, то, ну, вероятно, у него были какие-то причины, да, для того, чтобы это сделать. Причины могут быть, как свои собственные, так и, вот, на него могло, там, повлиять какая-то ваша сторона, да, какое-то ваше, какое-то ваше проявление. Но, чтобы нам понять, что это за проявление, да, нам нужно сделать анализ вашего поведения в отношениях. Как вы себя ведете в отношениях, как вы себя репрезентуете, на что вы нацелены, вот, и так далее. Потому что, то, что вы описываете, очень похоже на давление. То есть, вот, есть ощущение, что молодой человек ушел от давления, потому что он почувствовал давление, ну, вот, с вашей стороны, ну, вот, ему могло, как-то, вот, показаться, что вы от него, там, допустим, ну, что вы от него чего-то ждете, вот, что вы от него чего-то хотите, вот, чего-то такого, чего он, например, вам, допустим, давить не может или не готов. Чаще всего люди выходят из отношений именно когда чувствуют, что есть какой-то элемент вот такого, знаете, ну, принуждения, да? Ну, может быть, этот элемент принуждения, он такой, завуалированный, неявный, но если он есть, вот, то люди, как правило, всегда это чувствуют, люди, как правило, всегда это ощущают, люди, как правило, всегда это замечают, люди, как правило, не, ну, не отделяют вниманию эту тенденцию, потому что это вызывает, как правило, дискомфорт, это вызывает, как правило, определенное неудобство, это вызывает, как правило, некоторое напряжение, вот, и, соответственно, человек хочет от этого напряжения избавиться, вот. Что создает напряжение? И я бы сказал, что напряжение создает повышенная мотивация, сверхмотивация другого человека, партнера, то есть вас, в отношениях, вот. О чем конкретно идет речь? Сказать сейчас нельзя. Ну, я думаю, ну, я думаю, например, что, вот, если вы восприняли, допустим, эту ситуацию, вот, так, как восприняли, да, то есть вы говорите, что вот, все отношения у меня не складываются, да, все отношения у меня без продолжения, вот. То есть я предположил, что вы хотите продолжения отношений, и вот именно ваша потребность в продолжении отношений является, на мой взгляд, тем, что может выступать фактором, замедляющим эти самые отношения, вот. Потому что, когда человек хочет, вот, продолжения, когда человек хочет продолжения отношений, он, как раз-таки добивается, он способен добиться только одного, способен для того, что эти отношения, как раз-таки, завершатся, к сожалению. С другой стороны, то, что вы хотите продолжения отношений, это нормально, ну, то есть у вас здесь, ну, вы на этом завязаны, у вас на этом завязана какая-то своя потребность, вот, и очень важно попытаться увидеть, что это за потребность, чтобы ее немножко разгрузить, вот. Сейчас для вас единственный способ, единственным способом это потребность реализовать, это вот, добиться продолжения, продолжения отношений, вот. Но, к счастью, это, этот способ, да, он не единственный, к счастью, к счастью, есть другие способы. Просто вам нужны эти способы увидеть, пока вы этого не видите, пока вы этого не замечаете, пока вы центрируетесь только на одном, вот. И, собственно говоря, это и выступает в данном случае проблема, ну, для вас, вот, потому что вы чересчур заинтересованы, вы чересчур нуждаетесь, вы чересчур уделяете этому внимание, вы уделяете этому внимание больше, чем нужно, вот. Скорее всего, скорее всего, скорее всего, дело здесь в смартинг, скорее всего. То есть, ну, я так думаю, что здесь вот замешана ваша самооценка, я думаю, что здесь замешано ваше несколько негативное отношение к себе, потому что вы обращаете внимание на то, как вел себя с вами молодой человек, и довольно мало обращаете внимание на то, как, ну, как ведете себя вы, да, и вот чего хочется вам. То есть, вот это вот, на мой взгляд, является проблемой, как мне кажется. Вот. Поэтому, если что-то и корректировать, то вот это, вот эти все аспекты, о которых я говорю сейчас. Да, конечно, конечно, присутствует также еще и страхи какие-то ваши, само собой. То есть, присутствует вот такая история, да, что вы, ну, вы чего-то можете бояться, вот. Нужно постараться увидеть то, чего вы боитесь, потому что страх является вот в какой-то степени такой обращенной или версивной версией того, чего мы хотим. Но вот по той или иной причине, да, себе это мы можем запрещать. И, соответственно, возникают вот такие, ну, я бы назвал это перверсием. Я бы назвал это так. Вот, что-то некая такая перверсивная. Вот. А что еще бросается в глаза? Ну, лично мне бросилось в глаза то, что вы, вот в том, что произошло, видите, действия порчи, а не особенности своих действий. Что говорит о том, что вы как-то вот от личной ответственности все-таки несколько дистанцируетесь в этом ключе. Это большая проблема, на мой взгляд, потому что дистанцирование от личной ответственности, от ответственности за свои действия, ну, не приводит ни к чему хорошему. Приводит только к таким, знаете, попыткам объяснить то, что происходит с вами, да, то есть, вот, нет, она мне порча, вот я сейчас, сейчас, значит, порчу уберу, и все будет хорошо. То есть, это вот такой вот элемент, получается, как бы мистического мышления. И вот этот элемент мистического мышления, он ничего хорошего абсолютно вам не дает, ничего хорошего абсолютно вам не несет. Мистическое мышление делает напротив человека, как мне кажется, довольно-таки беспомощным и довольно-таки неспособным по его мнению, да, по мнению человека, как-то вот, там, допустим, ну, повлиять, что ли, на свою жизнь. Вот. Не способным повлиять на то, как его жизнь будет выстраиваться, и не способным, ну, как бы отвечать за свои действия и слова. И, в то же время, здесь мы можем видеть, конечно же, как, допустим, ну, допустим, вы пытаетесь объяснять то, что с вами происходит какими-то фактами, фактами внешнего мира, но при этом не, допустим, ну, не опираясь, к примеру, на себя, да, вот, и на свои решения, понимаете, да, вот. Ну, и, наконец, последнее, о чём бы я хотел сказать, это то, что очень часто возникают такие, на первый взгляд, парадоксальные ситуации, когда человек очень вроде бы хочет отношения, ну, человек очень вроде бы хочет быть, ну, скажем так, значит, с кем-то, вроде бы делает довольно много шагов для этого. Но, по факту, люди от него уходят. И, на мой взгляд, на мой взгляд, причина этого может заключаться в том числе и в том, что человек сам по какой-то причине боится сближения. не хочет этого сближения. Опасается его, транслирует, значит, ну, транслирует, скажем так, запрет на это. Вот. Такие случаи есть, такие случаи встречаются. Да, вот эти случаи, они довольно-таки, скажем так, парадоксальными выглядят. Вот, потому что, ну, как так, я же, я же хочу отношения, да, говорит человек, как так, я же вот всё делаю для того, чтобы у меня эти отношения были. И вот вы говорите, что я на самом деле их не хочу. Как так? Вот. Ну, тут при ближайшем рассмотрении никакого парадокса нет. Если человек преследует цель решить какую-то свою проблему посредством отношений, да, вот, то само сближение будет человека пугать. Потому что для него это будет означать, ну, вот, знаете, как так можно сказать, да, для него это будет означать столкновение с какой-то негативной для себя стороной позиции и так далее. Вот. И человек вроде бы-то и хочет, он вроде бы и хочет отношений, но в то же время эти самые отношения, они для него вот являются вот таким несколько, ну, скажем, устращающим моментом, устращающим таким немножко звеном. Вот. И человек этого может, вот, пытаться, ну, всячески избегать. Вот. Такая вот история может быть, да, она, эта история, опять же, может быть довольно, вот, неприятной, да, эта история может вызывать у вас, ну, такие вот двойственные несколько чувств, потому что он может с этим не согласиться, и ни в коем случае я не буду настаивать на, значит, вот, в том, что говорю, но постарайтесь по возможности, по возможности, постарайтесь, вот, подумать, ну, вот, подумать на эту тему, вот, постарайтесь подумать, не лишено ли это смыслом, вот, потому что если вы, вот, со сближением опасаетесь, если есть какая-то вероятность, пускай даже вот, ну, самое минимальное, того, что вы можете бояться сближения, то вы, скорее всего, будете транслировать это тем людям, с которыми вы находитесь, вот, в отношениях, к сожалению. И, вот, очень важно, чтобы, ну, вот, в той или иной степени вы это делать перестали, вот, транслировали, то, что, ну, ну, вот, в большей степени вам хочется, а не то, что диктует вам, ну, ну, скажем так, вашей защитный механизм, да, вот, поэтому, вот, очень важно на все эти моменты обратить внимание, и, как вы, я надеюсь, видите, что никакой, в общем-то, порчи здесь нет, вот, то есть, это не действие чего-то магического, чего-то мистического, это состояние, определенное состояние, скажем так, вашей, ну, ну, вашей психики, которая таким вот образом, ну, как умеет, как научилась, старается себя защитить, вот, и нужно, конечно, понимать, да, нужно понимать, и нужно разбираться с тем, как вот мне, как мне кажется, с чем именно вы боретесь здесь, а чего именно вы пытаетесь, вот, себя защитить, вот, и если мы это увидим, вот, то я думаю, что многие проблемы, да, будут решены, и вы сможете выстраивать с людьми такие отношения, вот, которые вас полностью будут устраивать, вот, вот, это, то, что я могу вам сейчас сказать, да, это потребует, это потребует определенной работы, над собой, определенных усилий, а, это столкнет вас, вот, в какой-то степени, а, с тем, что здесь нет никакой магии, и, и, вот, вот, все связано исключительно только с вами и с тем, как вы себя ведет, вот, да, и, конечно, если вы к этому не готовы, вот, что тут, тут, в этом смысле поделать ничего нельзя, вы не можете продолжать думать, что дело исключительно в порчь, да, в каких-то, вот, ну, мистических историях, и вряд ли, я повторюсь, можно вас переубедить, вот, да и, на мой взгляд, не нужно это делать, то есть, ну, зачем вас пытаться переубеждать, вот, просто раз уж, вот, так вышло, что вы, вы, свой вопрос выдаете в раздел психологии, то, вот, я решил вам не ответить, с точки зрения именно психологии, именно, вот, того, что об этом думает, ну, наука, скажем так, да, вот, и, соответственно, если вам это было полезно, если вам это было интересно, то здорово, в таком случае я рад, вот, если вы рассматриваете для себя возможность психотерапии, вот, то обращайтесь к любому эксперту, но я бы рекомендовал вам, конечно, сформулировать обратную связь, да, то есть, вот, ну, сформулировать то, как вы восприняли, то, что я, например, сказал, вот, и, соответственно, уже исходя из этого, думать о направлении работы над собой, вот, всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь!